Тем временем в Ленске жители города с нетерпением ждут появления нормальных отремонтированных дорог. Обещания городских властей звучат многообещающе, но дальше этого дело не двигается. Светлана Балеева расскажет подробнее. Почему же сегодня городские дороги находятся в ужасающем состоянии? Яма на яме. Каждый день водители чувствуют прелесть езды. Центр города, а вместо дороги направление. В прошлом году был проведен аукцион на частичный ремонт дорожной сети по улице Победы. Небольшого участка от Ростелекома до магазина Уют. Только в этом году он был начат и благополучно закончен. Автомобилисты в восторге. Помимо участка по улице Победы планировалось уложить новый асфальт еще по нескольким улицам. Дзержинского согласно проектно-сметной документации, которая обошлась бы в 37 миллионов рублей. Пролетарская 48 миллионов рублей и Рженькидзе в 34 миллиона рублей. Но все так и осталось на стадии обещаний, ввиду отсутствия средств в городском бюджете. Уже не первый год между городской и районной администрацией ведутся переговоры о передаче полномочий и ремонта дорог из города в район. Но до сегодняшнего дня главы не могли прийти к единому решению. У города нет денег, но есть полномочия. У района наоборот, есть средства, но нет полномочий. Сегодня вопрос передачи полномочий практически решен. Почти завершена и государственная экспертиза проектно-сметной документации. Как только придет положительный ответ, районная администрация начнет асфальтирование всех городских дорог. У нас средства сегодня есть и на дорогу от моста до аэропорта заасфальтировать. Есть проектно-сметная документация с экспертизой. Мы готовы хоть завтра приступить к этому, объявить аукцион и начать. На очередной сессии выйдем на депутатов. Если депутаты нас поддержат, то мы объявляем аукцион и начинаем эту дорогу ремонтировать. Также у нас есть средства на пролетарскую, ажиникидзе, джижинского тоже. Но вот тут вина городской администрации, что она затянула этот вопрос с экспертизой. Также район готов приступить к асфальтированию дороги от поста ГАИ до микрорайона Северный. В этом году будет проведена закупка всех необходимых материалов. С начала следующего лета дорога будет заасфальтирована. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.